В Кремле В Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС, председатель Президиума Верховного Совета СССР Константин Устинович Черненко принял генерального секретаря ООН Переса де Куэльера, находившегося в Советском Союзе с официальным визитом. Один из видных перуанских дипломатов Хавьер Перес де Куэльер 1 января 1982 года был назначен генеральным секретарем ООН. В Кремле генеральный секретарь ЦК КПСС, предотвращение ядерной войны, сокращение вооружений, ликвидация конфликтов и кризисов в различных районах мира, искоренение колониального и российского господства, развитие мирного сотрудничества между государствами – вот задачи ООН, которые ее генеральный секретарь считает важнейшими в своей деятельности. Большой вклад в решение этих задач вносит Советский Союз, великая держава, являющаяся постоянным членом Совета Безопасности ООН. В ходе беседы в Кремле были обсуждены международные проблемы и роль ООН в содействии их решению в интересах упрочения мира. Константин Устинович Черненко привлек внимание генерального секретаря ООН к конкретным советским предложениям, направленным на оздоровление международной обстановки, обуздание гонки вооружений, устранение угрозы ядерной войны. Сорок лет назад была освобождена столица Белоруссии. Ленинский проспект. Площадь Победы. В праздничных колоннах освободители, прославленные полководцы, почетные граждане Минска, герои-партизаны, воины, участники стремительной и легендарной операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Вот они, танкисты 2-го гвардейского Тацинского корпуса, первым ворвавшегося в Минск. На местах партизанских боев встретились боевые товарищи. Герой социалистического труда, командир партизанской бригады Иван Михайлович Демин. Командир отряда Георгий Анисимович Шемелев. Комиссар Александр Васильевич Чернышов. Лучшая награда всем, кто освобождал эту землю, новый трудовой Минск, светлый и мирный. Комиссар Александр Васильевич Чернышов. Каждая новая плотина ГЭС на Вахше в Таджикистане – новый мировой рекорд высотного монтажа. На очереди – Рагунская ГЭС, сестра знаменитой гидростанции в Нуреке. Главные герои рекорда – монтажники-скалолазы, настоящие спортсмены в рабочих спецовках. Сегодня – Хашар. Большой слёт друзей для доброго общего дела. Конкурс лучших бригад монтажников-скалолазов. Хозяева выступают двумя командами. С ними соревнуются команды гостей с Черкейской ГЭС из Дагестана, с Нурека, из Ленинграда и Свердловска. И это не просто борьба за спортивную победу. Командам предстоит провести работы, предваряющие большое строительство на этих крутых склонах. Надо в считанные минуты поднять на склон перфораторы, инструменты, установить стойки для камня защиты, провести сварочные работы. И праздник, и труд – всё удалось на славу. Хозяева были гостеприимны, но первенство не уступили никому. Конкурс монтажников-скалолазов Открыл строителям Рагунской ГЭС широкий фронт работ в районе створа будущей плотины. От Анны Поклонко-Клемятия Господин брат, позаботься о моём деле перед Коснятином, а теперь объяви ему при свидетелях. Ты обвинил? Так докажи. Этот крик о помощи незаконно униженной женщины – содержание одной из берестяных грамот, найденных при раскопках Великого Новгорода. В памяти России, в памяти народа, Новгород стал примером города, сохранившего для нас ценнейшие памятники культуры. Вот передо мной никоновская летопись. Читаю запись под 6367 годом. По нашему летаисчислению – это 859 год. Да, уже в 9 веке Новгород был городом, умевшим постоять за себя, за русскую землю. Древнейшее обычай славного города – быть заодно во всех важных делах, и мирных, и разных. Сейчас Новгород – современный город, награждённый Орденом Трудового Красного Знамени. Город крупных промышленных предприятий. Но прекрасные обычаи свои хранит он свято. Так было отмечено 1125-летие славного Великого Новгорода, история которого – это история становления и укрепления российской государственности, развития самосознания русского народа, его культуры и искусства. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok